Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередной кандидат выборов 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. 98 лет со дня подписания Турции севшского мирного договора. Новая Зеландия должна признать геноцид армянов. Прошло 9 лет со дня смерти Арама Тиграна. Колумбия признала Палестину независимым государством. ООН в Сирии больше не осталось осажденных районов. ООН призывает Турцию держать границы с сирийской провинцией и глиб открытыми. Патрила Абрамян выдвинула свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении. Парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Прошло 98 лет со дня подписания Турции Северского мирного договора. 14 государств, подписавшие мирный договор, которые, в свою очередь, были разделены на три группы. Первая группа великих союзных держав состояла из четырех государств, а именно Британская империя, Французская республика, Королевство Италии и Японская империя. Вторая группа союзных держав состояла из девяти государств – Армении, Бельгии, Греции, Хиджаза, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Хорватии и Чехословакии. Третья группа состояла из воюющего государства Турции. Если взять список основных держав, то увидим, что подписавшие согласно их конституции в основном империи или царства, поэтому ратификации осуществляются под суверенитетом. Господин Райман Пуанкаре поручает своему министру иностранных дел Александру Милеранду исполнить обязанности председателя Совета Союзов. Что же касается второй группы союзных держав, следует отметить, что Северский мирный договор обеспечит мир в ряде европейских районов Африки, Малой Азии и Ближнего Востока – Константинополь, Палестина, Египет, Судан, Кипр и остальные. В этих областях Армении и Хиджаз являются вновь признанными государствами, подписавшими мирный договор без национальной конституции. 22 июля 1920 года султан Вахидеди Мехмед VI и его представитель Рашад Халис Бэй Рыза Тевтык Бэй, который был уполномочен Дамадом Феридом Пашой, решили подписать Северский договор 10 августа 1920 года. Новозеландский журнал обращается к вопросу о признании геноцида армян, отмечая, что Новая Зеландия не признает геноцид для коммерческих интересов с Турцией. Автор пишет о своих переживаниях в музее геноцида, где он не нашел упоминания хотя бы от одного новозеландского высокопоставленного чиновника. «Стыдно, что Новая Зеландия относится к числу тех западных государств, которые открыто не признает геноцид армян», — отмечает автор. Геноцид армян начался в 1894 году и продолжался до 1923 года. Еще за десятилетия до Первой мировой войны Османская империя относилась к армянской общине с подозрительной враждебностью, превращая к насилию и массовым убийствам. Автор пишет, что не важно, что некоторые хотят унизить, оскорбить зверства, однако касаемо фотографий в музеях споров не возникает. Когда вы войдете в главную комнату, сначала увидите фотографии, сделанные до 1915 года. Армянские семьи, вызывающие уважение, веселые свадебные фотографии, улыбающиеся девушки на коллективных фотографиях, где видно, что их беззаботные взгляды направлены на турецких солдат и заключенных. После этого драматического перехода вы понимаете, что те же солдаты теперь стоят над их черепами. Турция по-прежнему отрицает геноцид, и диктатор этой страны президент Реджип Таип Эрдоган оказывает давление на всех, кто пытается утверждать об обратном, упоминая Архана Памука, Динка и других. Также упоминается, что признание геноцида необходимо для предотвращения дальнейших ужасов. Новая Зеландия, похоже, рассматривает этот деликатный вопрос для сохранения торговых отношений с Турцией. Мы живем в стране, которая не принимает варварства, но и не стыдится, что жертвует своими принципами. Прошло 9 лет со дня смерти музыканта Арама Тиграна. Арам Тигран, который являлся голубем мира для курдского и армянского народа во время его творческой жизни, совершил многочисленные выступления на армянском, курдском, ассирийском, засском, арабском, турецком и греческом языках. «Если бы я родился заново, я бы уничтожил все оружие мира, и вместо этого я бы изготовил сас или зурну», – отмечал музыкант. В 1995 году он переехал в Афины, где и скончался. Но он хотел провести свои последние годы в Диарбакире. Но желание певца не было выполнено, поскольку турецкие власти не позволили сделать захоронение армянского музыканта на армянском кладбище в Диарбакире. Однако символическое захоронение Арама Тиграна состоялось на армянском кладбище Диарбакир, где была вырыта яма для него, и мэр Диарбакире Осман Байдемир отвез землю в Брюссель, где и похоронен известный армянский музыкант. Республика Колумбия признала Палестину независимым государством. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте палестинского ДИП-представительства в Колумбии, сообщает Армен Пресс со ссылкой на ТАСС. Посольство Палестины имеет честь сообщить, что правительство Республики Колумбия решило признать Палестину в качестве свободного, независимого и суверенного государства. Это решение приветствуется палестинским народам и его правительствам, которые всегда видели в Колумбии братский народ, неустанно ищущий мира, говорится в пресс-релизе посольства. Представители ДИП-миссий также подчеркнули, что решение о признании независимости является синонимом глубокой работы по сближению колумбийского и палестинского правительств, усилий, которые в будущем будут, несомненно, направлены на благо двух народов. Руководство Колумбии пока не комментирует эту информацию. По сведениям газеты El Tiempo, решение о признании Палестины было принято на прошлой неделе правительством уже экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Новый президент южноамериканской страны Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил в должность во вторник. Ни одного осажденного района больше нет в Сирии. Как передает Армен Пресс, об этом заявил на брифинге в Женеве советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Егеллен. Сейчас больше нет районов в Сирии, которые, согласно критериям ООН, считаются осажденными, сказал он. В мае ООН сообщало, что в Сирии осталось только три осажденных района – Эль-Фуа, Кефрая и Ярмук. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с начала 2018 года более 560 тысяч человек в осажденных и труднодоступных районах Сирии получили гуманитарную помощь. Всего туда было направлено 15 транспортных колонн. С начала 2018 года ООН и ее партнеры смогли доставить помощь очень многим нуждающимся людям в осажденных и труднодоступных районах, отмечает Управление. В Сирии активист ООН по правам человека Эйан Экланд призвал Турцию сохранить границы юга для мира народа сирийской провинции Идлиб. Столкновения в Идлибе, который был объявлен ремнем безопасности, стали причиной такого заявления. Они возобновились, когда сирийские правительственные войска планировали осуществлять военные операции в Идлибе, поскольку местные террористические организации снова активны в регионе. Следует отметить, что Турция, Иран и Россия являются странами-гарантами объявленного пояса безопасности. Россия, Турция и Иран продолжают свои дипломатические усилия по снижению напряженности в объявленной зоне безопасности. Но каждый день происходят столкновения в этой области, сказал Экланд, добавив, что если столкновения усилятся, ООН может потребовать у Турции открытия границ для мирного населения Идлиба. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию произведение Комиттаса Тири Амитцар в исполнении Сергея Хачатряна. Субтитры сделал DimaTorzok